здравствуйте третья лекция тема изучение причин производства травматизма и профессиональных заболеваний и сегодня мы рассмотрим четыре вопроса 1 характеристика анализа прогнозированные специфически для каждой специальности опасных и вредных факторов 2 вопрос понятия о травмах и профессиональных заболеваниях 3 классификация опасных и вредных производственных факторов и 4 вопрос классификация средств защиты работающих средства коллективной и индивидуальной защиты сегодня посмотрим что же мы подразумеваем под термином несчастный случай на производстве под термином несчастный случай на производстве понимают случай с работающим связано с воздействием на либо опасного производственного фактора под термина производственный травматизм это явление характеризующиеся совокупностью производственных травм производственная травма это повреждение организма человека или нарушение правильного его функционирования наступившие внезапно под действием какого-либо опасного производственного фактора или выполнение трудовых обязанностей при выполнении трудовых обязанностей или заданий и вызванные несоблюдением требований безопасности труда производственные травмы по характер повреждения можно классифицировать следующим образом как механические это ушибы порезы разрывы ткани переломы и так далее термические сюда относятся тепловые удары ожоги обморожение химические ожоги острое отравление электрическим это ожоги разрывы ткани и так далее лучевые это порождение тканей нарушение деятельности кроветворной системы комбинированные травмы это различные последствия одновременного воздействия нескольких причин следствием травмы может быть временной или постоянные потери трудоспособности смертельный исход острое остров отравление обморожение тепловые удары происшедшие во время работы представляет собой тагра разновидность травматизма по каждому случаю производственной травмы проводят расследование выясняет обстоятельства при которых произошел несчастный случай и устанавливает причины вызвавшие его при этом акт расследования является единственным первичным документом подтверждающим что несчастный случай имел место на основе материала расследования выявляются виновные акты расследования служит материалом для государственной статистики по охране труда на основе материалов расследования планируется мероприятие по снижению и ликвидации травматизм цели расследования возмещение вреда пострадавшему привлечение ответственности к виновных лиц и устранение причин несчастного случая основные задачи первым это по возмещению вреда пострадавшим здесь установление связи несчастного случая с производством оформление акта о несчастном случае на производстве n1 это акт который заполняется и акта расследования несчастного случая при привлечении к ответственности виновных лиц основной задачей является определение требований каких правовых актов были нарушены установление виновных в этих нарушениях в следующем устранение причин несчастного случая основным задачами является разработка мероприятия по устранению причин несчастного случая и по предупреждению повторного возникновения подобных происшествий основные недостатки в работе по расследованию несчастных случаев на производстве являются пункты правил указываемые в актах как нарушенные часто не соответствуют выявленным нарушениям не всегда выявляются истинные технические причины несчастного случая недостаточное знание требования документа по расследованию несчастного случая не выполнение обязанности по выдаче актов предписаний при проведении расследования несчастных случаев несовременное оформление учетных карточек несчастных случаев это есть основные недостатки в работе по расследованию несчастных случаев расследование и учет несчастных случаев на производстве расследование подлежат Расследованию подлежат несчастные случаи на производстве, это следующее, травмы, в том числе нанесенные лицом, другим лицом, а также приравненные к ним, острые отравления, тепловой удар, ожог, поморожение, утопление, поражение электротоком, молнии, излучение, укусы насекомых, присмыкающихся, телесные повреждения, нанесенные животными, повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушений, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Также расследованию подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату трудоспособности, смерть работника. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, если они произошли в течение рабочего времени на территории организации или вне их, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение времени, необходимого для проведения в порядок орудий производства и одежды перед началом и после окончания работы или при выполнении работ в сверхурочное время, выходные и нерабочие праздничные дни. Также при следовании к месту работы или с работы на транспорте, предоставленном работодателе, либо на личном транспорте в случае использования указанного транспорта в производственных целях по распоряжению работодателя, либо по соглашению сторон трудового договора. При следовании к месту служебной командировки и обратно, при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха, водитель, сменщик на транспортном средстве, проводник или механик, рефрижатор на секции, в поясе и т.д. При работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении на сотне, в свободное от вахты и судовых работ время. При привлечении работника в установленном порядке к участию в ликвидации последствий катастроф, аварий и других чрезвычайных происшествий природно-техногенного характера. Также расследования подлежат при осуществлении действий, не входящих в трудовые обязанности работника, но совершаемых в интересах работодателя или направленных на предотвращение аварии или несчастного случая. Расследованию подлежат несчастные случаи, не связанные с производством, с оформлением акта произвольной формы. Это у нас смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденное в установленном порядке в учреждении здравоохранения и следственными органами. Также подлежат расследованию смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось алкогольное и наркотическое пенение работника, не связанные с нарушениями технологического процесса, где используются технические спирты, ароматические, наркотические и другие алкогольные вещества. Также подлежат расследованию несчастные случаи, происшедшие при совершении пострадавшим поступка, содержащего по заключению представителей правоохранительных органов признаки уголовно наказуемого деяния. Классификация несчастных случаев. Классифицирующими признаками тяжести несчастного случая на производстве являются это характер полученных повреждений и осложнений, связанных с этим повреждениями, а также усугублений имеющихся и развитий хронических заболеваний. Длительность расстройства здоровья, то есть временной утраты нетрудоспособности. Длительность последствий от полученных повреждений, то есть тройкой утраты трудоспособности, степенью утраты профессиональной нетрудоспособности. Заключение тяжести производственной травмы дают по запросу работодателя или председателя комиссии по расследованию несчастного случая на производстве клиника экспертной комиссии. Как лечебно-профилактическое утверждение, где осуществляется лечение пострадавшего в срок до трех суток с момента поступления запроса. Это заключение в обязательном порядке также оформляется в описном эпикризе независимо от характера проведенного лечения. К тяжелым несчастным случаям на производстве относятся длительные расстройства, здоровье современной утраты трудоспособности 60 дней и свыше. Стойка утрата трудоспособности, то есть это уже приводит к инвалидности. Потеря профессиональной трудоспособности 20% и выше. Несчастный случай на производстве, который в острый период сопровождается шоком любой степени тяжести и любого генеза, комой различной этиологии, массивной кровопотери, объем кровопотери до 20%, острой сердечной и сосудистой недостаточностью, коллапсом, тяжелой степенью нарушения мозгового кровообращения, острой почечной или печеночной недостаточностью, остро-дыхательной недостаточностью, расстройством регионального и органного кровообращения, приводящих к инфаркту внутренних органов, гангрене конечностей, эмболии сосудов головного мозга, тромбоэмболии, острыми психическими расстройствами. Несчастные случаи бывают легкие, тяжелые, групповые, смертельные. К легким, легкие несчастные случаи расследование проводят в течение трех дней. Следует, расследует комиссия организации, отдается приказом в составе не менее трех человек. Составляется акт о несчастном случае на производстве по форме Н1 на каждого пострадавшего в двух-трех экземплярах. Дальше, акт Н1 хранится у работодателя 45 лет. Также, акт Н1 направляется в фонд социального страхования. Несчастные случаи, в результате которого считаются тяжелыми, групповыми или смертельными, расследование ведется в течение 15 дней. Дальше, сообщение в течение суток в прокуратуру, в республиканский орган государственной власти по ведомственной принадлежности и субъекта Республики Казахстан, территориальное объединение профорганизации, органы государственного надзора, организацию направляют на работника, направление работника СЭС Республики Казахстан, если острое отравление, фонд социального страхования. Дальше, приказом работодателя назначается комиссия с участием представителей органов государственного надзора. Дальше оформляется, опять-таки, как в случае легкого, акт здесь хранится 45 лет, акт на каждого пострадавшего, также акт и материалы расследования, группового, тяжелого, смертельного, несчастный случай направляется в трехдневный срок прокурату. Также акт М-1 направляется в фонд социального страхования. Копия документов направляется в соответствующий государственный инспекцию труда и территориальный орган соответствующего надзора. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Общий порядок в течение трех дней или до одного месяца со дня подачи заявления. Расследование идет. Расследуются комиссии в составе. Если это в организации, то спецоист по охране труда, представитель работодателя, представитель профоргана или иного уполномоченного работника представительного органа. У индивидуального предпринимателя расследуется комиссия в составе индивидуальный самопредприниматель, доверенное лицо пострадавшего, специалист по охране труда. И в случае прибытия полномоченный представитель организации индивидуального предприятия, направивший пострадавшего в командировку. Это уже в обеих случаях в состав комиссии в ходе. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Это специальный порядок в течение 15 дней. Подлежат расследованию несчастные случаи. Несчастные случаи, если это групповой, когда считается двое и более человек, потребовавший. Тяжелый, со смертельным исходом. Во всех случаях расследуются комиссии в составе, кроме обычного, который мы до этого сейчас рассмотрели, входит в групповом инспектор по охране труда, представители исполнительных органов страховщика и представители органа исполнительной власти субъекта Республики Казахстан или органа местного самоуправления. По согласованию это. Следующие. Во всех случаях, здесь представитель территориального объединения профсоюза входит в расследование. По требованию пострадавшего, его доверенное лицо, в случае гибели пяти и более человек, представители государственной инспекции, госорганы исправительной власти объединения профсоюза. Ну и и также при несчастном случае на объектах, подконтрольных специально полномоченным надзорным органом, их представители. При крупных авариях с гибелью свыше 15 человек комиссия назначается уже правительством Республики Казахстан. Во всех несчастных случаях составляется документ форма Н1. Вот он представлен, этот акт Н1. Если бы не был составлен этот документ, расследование не подлежит этот несчастный случай. Вот вам представляю форму акта Н1. Расследование и учет профессиональных заболеваний. Профессиональными заболеваниями до этого мы рассматривали производственные травмы. Теперь профессиональные заболеваниями именуются острые и хронические заболевания, то есть или отравления, возникновение которых у работников и других лиц обусловлено воздействием вредных производственных факторов при выполнении ими трудовых обязанностей или производственной деятельности по заданию организации или индивидуального предпринимателя. Установление наличия профессионального заболевания. Это первый этап. При установлении предварительного диагноза острые и профессиональные заболевания. Отравление. Учреждение здравоохранения обязано в течение одних суток направить экстренное извещение о таком заболевании работников в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, осуществляющий надзор над объектом, на котором возникло заболевание и сообщение работодателю. Дальше идет больной месячный срок должен быть направлен на обследование специализированной лечебной и профилактической учреждения. Ну и дальше заключительный диагноз это медицинское заключение. Следующие. Это следующий, второй этап. Собственно, расследование обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания. Это является у нас второй этап. Работодатель в этом случае в 10-дневный срок с датой получения извещения издает приказ об образовании комиссии по расследованию обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания. Дальше. Решение, в котором излагаются установленные обстоятельства и причины профессионального заболевания работника. Следующий, третьим этапом является это оформление акта о случае профессионального заболевания. По результатам расследования комиссия в 3-дневный срок составляет акт о случае профессионального заболевания в 5-ти экземплярах. Для кого это? Для работника, работодателя, Центра госсан-эпиднадзора, Центра профессиональной патологии, то есть учреждения здравоохранения и для страховщика. Вредные и опасные производственные факторы и меры защиты от них. Так, он установлен государственным стандартом. Вот, посмотрите, 12-00-74. Так, по этому государственному стандарту вредные и опасные производственные факторы подразделяются на 4 вида. Это физические, химические, биологические и психофизические. Физическим относятся электрические, механические, тепловые, световые, радиационные факторы. Химическим – токсичные, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, которые влияют на репродуктивность. Биологическим относятся это микроорганизмы и макроорганизмы. Микроорганизмы – это, может быть, вирусы, бактерии. Макроорганизмы – это животные, птицы, насекомые. Психофизическим – это физические перегрузки и нервно-психические перегрузки. Производственные факторы оказывают воздействие на человека. Какие это? Классификация условий труда. Их, они бывают оптимальные, допустимые, вредные, опасные. Дальше. Следующим этапом идет аттестация и сертификация рабочих мест по условию труда. Это положение порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. Оборганизация работы по проведению сертификации производственного объекта на соответствии требованиям по охране труда. Физические факторы. Сюда что мы относим? Мы только один из тех четырех факторов приведем. Физическим фактором это относится температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение, ионизирующие электромагнитные поля и излучение, ионизирующие излучение, производственный шум, ультразвук, инфразвук, вибрации, аэрозоли, освещение, электрически заряженные частицы воздуха, их еще называют аэрорайоны. Факторы трудового процесса. Это тяжесть труда и напряженность труда. К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень монотонности нагрузок, режим работы. Причиной производственного несчастного случая следует считать фактор или группу взаимодействующих факторов, связанных с производством, которое вызывает различные повреждения организма человека. Причины несчастных случаев можно сгруппировать следующим образом. Это к организационным причинам относятся все вопросы, связанные с некачественным обучением, инструктажем и так далее. К техническим причинам относятся конструктивные недостатки машин, конструкции. К санитарным и гигиеническим относятся неудовлетворительные состояния естественной производственной среды. Экономические причины вызваны неритмичностью работы, стремлением к сверхурочным работам, недостатками в жилищных условиях, в обеспеченности детскими учреждениями, нарушением сроков выдачи заработной платы и так далее. Действия физиологических факторов связаны с соответствием особенностей организма человека ввиду используемой техники, режима труда и отдыха. Но и психологические причины вызываются неудовлетворенностью работы, то есть монотонность труда, психологическим климатом в коллективе, неуверенностью при недостаточной обученности, пристрастие к алкоголю и так далее. Это все, мы перечислили все, это причины несчастных случаев. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Это у нас же наш последний вопрос. Средства защиты применяют для предотвращения и уменьшения воздействия на работу очень опасных и вредных производственных факторов. Так он делится на два вида. Это средства коллективной защиты и средства индивидуальной защиты. Так, я вам здесь представила, что относится к средствам коллективной защиты, а что относится к средствам индивидуальной защиты. Так, и в заключении вопросы для закрепления. Представила перед вами четыре вопроса. Пожалуйста, на них прошу ответить. На этом я урок заканчиваю. До свидания.